Всем привет, привет, привет. Так интересно. Я так давно не была в инстаграм, только когда мы с Анечкой и Миклэш делали здесь, хотела сказать, премьеру, прямой эфир. Ой, здорово. Ну что, немножко еще подождем. Скажу вам, задавайте вопросы, постараюсь на какие-нибудь ответить, задавать интересные вопросы, что касается недавней премьеры Вероника. Вот, как у меня дела? Давайте отвечаем на этот вопрос. У меня все ответственно хорошо. Все хорошо, все хорошо. Я сейчас мучаю Алексея Юрьевича, съела у него всю еду и, ну, занимаюсь, занимаюсь, конечно, занимаюсь. Всем привет. Ну, какие хорошие девки. Привет, 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 привет. Не слышно. Кого не слышно? Меня не слышно? Кому не слышно? Пишите, кстати. Да, слышно или нет? Ну, VPN и... ЛТЕ, это, конечно, смесь жуткая. У меня особенно. Потому что... Так, в каком театре? Да, я играю в театре, как приглашенная артистка в школу современной пьесы, но мы ставим еще, мы ставим, будем еще долго ставить, поэтому у нас репетиции ежедневные. Подбирается актерский состав и очень-очень классные артисты, что я туда прихожу, и мне так страшно становится, потому что молодых ролей там очень мало, а все такие взрослые, все такие мои просто кумиры детства. Представляете, я прихожу в театр, а там у меня на репетиции малый партнер. И я вижу, кто это, и иногда не могу вымолвить и слово, понимаете? Это, конечно, чудесно. Это очень хороший опыт, поэтому дальше посмотрим, как будет. Все-таки это проект. Всегда проекты, они... Знаете, я скажу так, 50 на 50. Они то сбываются, то нет. Просто сам зритель видит то, что уже вышло на экраны или то, что... Какой выпуск произошел в театре, понимаете, да? А то, что готовится, это на процентов 80 больше, выходит только процентов 20-15. И это нормально в нашей профессии, к сожалению. Так что, если вы знаете, сколько проектов у меня слетело, потому что там где-то финансирование не нашли, где-то поменялось руководство, где-то просто... Не знаю, разные причины бывают. Там режиссер не смог, другого не нашли, или снимали, 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 а потом бах, и кто-то ушел из проекта по разным причинам, в основном по здоровью, и все, и проект не вышел. Разные бывают. Так, привет, Сашили. Любишь петь песни дома для себя? Нет, нет. Дома для себя я не пою, и мне это не очень нравится. Я люблю в классе профессионально заниматься. Люблю заниматься и уже непосредственно на сцене быть. Вот. Как бы о том смысла нет. Для меня... Ну, я не вижу в этом смысла, и меня удовольствие этому это не доставляет. Все теперь голодные ходят. Ну, надеюсь, да. Куда поехала? Я вышла наверх, чтобы у меня был интернет, потому что внизу... О, Настя и здесь тоже. Боже мой. Сашили, тебе самой понравился фильм «Вероника». Так, Веронику я не смотрела, как и остальные свои работы. Я смотрела только «Невесту Камдива» и «Отель Феникс». И еще я смотрела раннюю какую-то работу, я не помню какую. Поэтому я в своей жизни вот прям от и до и несколько раз смотрела только две работы и еще какую-то. Не буду врать какую. Вот. Получается «Отель Феникс» и «Невесту Камдива». Поэтому больше я ничего не смотрела из своих работ. Поэтому я не знаю. Так. Про Нестеренко. Нет. Я уже это отвечала, поэтому еще раз, последний раз здесь отвечу. Нет. У нас никогда не было никаких отношений. Нет и не будет. Как бы вам не хотелось, это был просто сценарий и кино. Так. Поддерживаешь общение с Иваном Зайцем? Да. Мы с ним в одном проекте. Да. Мы с ним работаем. Будешь перекрашивать карий цвет волос? Цветоволос? Не знаю. У меня сейчас совершенно есть время сейчас и планы вообще кардинально поменять свою стрижку. Поэтому сейчас посмотрим, какая роль была самая любимая. Самая любимая роль – «Невеста Камдива». Отдаю ей полностью свое сердце. И, конечно же, «Отель Феникс», потому что это была интересная сценарная, интересная работа с режиссером. И роль необычная, конечно же. А сколько пьес вы репетируете? Пока две. Пока две пьесы, но одна совсем под вопросом, а вторая... Не знаю, посмотрим. Все это я говорю, это все. Что вы чувствовали, когда пришли на съемки Вероники? Полную растерянность. Я приехала в Минск. Первый раз я приехала на примерку, ну, до проекта, да. До этого я в Минске тоже бывала. А зимой в 2018 году, что ли, или в 2017, я не помню, когда у меня там съемки были, единственные радости. И у меня были очень тяжелые съемки в Минске. Очень тяжело. Это была зима. Я жила прямо рядом с площадью, где стояла елка. Я не знаю, как называется, честно, эта площадь. На самом деле, меня тогда уже удивил город красотой, но из-за противоречивых каких-то моментов было очень тяжело. И для меня съемки единственной радости были самые, наверное, тяжелые на сегодняшний день. Когда я приехала уже на Веронику, у меня, представляете, вот этот тремор, эти ожидания, что сейчас будет так же, потому что у меня уже ассоциация, что, о, Минск, значит, сейчас все будет плохо. У меня режиссер из Минска, значит, все будет вообще плохо. И все произошло наоборот, потому что Минск был такой солнечный, удивительный, радостный. Я там, ну, не сильно успела погулять, но один вечер я на это выделила. Даже покаталась на лодке, не на съемках. На съемках я каталась на кассере, и там заболела. Это была очень холодная погода, поэтому, ну, разные моменты. Но я приехала с растерянностью, и я ждала, что же будет дальше. Потому что те впечатления, которые у меня были до этого от съемок в Минске, они были не очень хорошие. Конечно, эта поездка все поменяла. Опять же, людьми, потому что люди были приветливые, хорошие, очень добрые. То, что мы нашли общий язык с режиссером, что мы познакомились, я познакомилась с замечательными артистами. И у нас все прошло очень легко, быстро, и быстро уехало, и даже потом переписывались мы со многими. И хотелось бы увидеться, так же, как и со всеми, наверное, из других проектов. Но это проекты. Кино — это кино. Оно просто проходит и проходит. Вот. Какого числа будет концерт в Москве? Все будет анонсировать, все будем. Просто готовятся уже долго у нас большие планы, и аранжировки готовятся. Но это все не так просто оказалось. Не буду рассказывать ничего, да, чтобы не было. Но сейчас занимается совершенно другой человек аранжировками. Ну, дай бог, все, что я могу сказать. Хочется сделать уже хорошо. Спасибо вам всем. Будешь перекрашиваться каштаном? Ну, не знаю. Нет. Я постараюсь сохранить эфир. Очень сильно. Очень. Не обещаю. Но меня за это Настя убьет, если я. Это мой менеджер, который мне все помогает в моей работе, который нас мотивирует и меня заставляет постоянно что-то делать. Настя, я все сохраню. Я постараюсь. Вот. Я постараюсь. Так, за своим трудным решением, которое вы когда-либо принимали. Ой, их было много, но я на самом деле их забываю быстро. Моя позиция такая. Если у меня есть решение, или я чем-то жертвую, то я должна быстро это забыть, чтобы потом себя не ничем, не кидаться в себя укорами. Вот. Поэтому я стираю это из памяти очень быстро, и сразу же и иду просто дальше. Стараюсь идти дальше. Но решений было очень много на моем пути. Начиная от того, чтобы принимать участие в съемках невесты-комдивы, или сдавать госэкзамен и заканчивать академию, ругаться с родителями и портить отношения, или получить удовольствие на съемках. Ну, понимаете, как бы это тоже много значит. Быть с родителями в хороших отношениях. Это очень важно. Я раньше думала, что нет, но сейчас я понимаю, что очень здорово, когда родители рядом и как минимум внутри где-то переживают и поддерживают. Это очень важно. Как энергетически или как там еще. Поэтому дружите со своими родителями и берегите их обязательно. Обязательно. Это даже не обсуждается. Они дали вам жизнь. Они дали мне жизнь. Скорее всего, из-за того, что... Там, например, кто-то появился на свет, да, я, например. Может, кто-то ушел из какой-то профессии. Кто-то, например, пожертвовал своим делом, чтобы быть в семье. Понимаете? Поэтому то, что делают для нас родители, то, что они нам дали жизнь, нас воспитали, это самое ценное в этой жизни. Вот. Какую я мораль несу. Сердечко. Я покажу сердечко потом, если я это все не забуду. Какая тебе ролик больше понравилась. Так, очень думаю, что... Ну, да, да, про курс я в конце расскажу вам все, про масштаб голоса все расскажу. А сейчас мы с вами пообщаемся. Так, Сердечко, тебе самой понравился проект Вероника? Еще раз отвечаю. Я его не смотрела, но съемки, конечно, мне понравились. Было очень хорошо, весело. Партнеры были замечательные. Мы отдыхали, гуляли и наслаждались. Наслаждались Минском летним. Это прекрасно. Как тебе по характеру Вероника? О, Господи, какой хороший вопрос. Самый близкий герой по моему характеру это более-менее Лера из Отели Феникса. Вероника мне в этом плане была много раз непонятно. Но спасибо режиссеру, спасибо продюсерам, которые были рядом. Потому что мы работали, так скажем. Мы работали, и надо было выполнить поставленные задачи, как и на других проектах. Потому что любой герой — это поставленная задача. И не столько мной, сколько режиссерам. Потому что режиссер отправляет продюсерам, а продюсеры должны это утвердить. А если продюсер не утверждает, то это все переснимается. Потом другой день, а никому не хочется переснимать. Понимаете? Поэтому нужно максимально все выполнить. И поэтому мне было, да, тяжело. Ну, не тяжело, а пришлось работать. Если отель Феникс, он такой более мне подходит, да, и по походке, и по всему, то здесь, конечно, сдержанность, наивность. С этим надо было работать. Вот. Так, Саша, когда планируешь поездку к родителям? Планирую. Все, что могу сказать. Не знаю, когда, честно. Но это все обычно решается день в день. Вот я прям сажусь в самолет и прилетаю, и приезжаю. Потому что еще от аэропорта ехать часа три. А это очень тяжело. Таксисты не все ездят в деревню. А Саша, что ты ценишь в людях? Честность. Когда-нибудь, если кто-нибудь со мной не согласен, наверное, поймут, что лучше горькая ложь, чем топор за пазухой. И это так. Потому что ты можешь уже строить планы, да, с человеком. Там любые планы. Мы сейчас не говорим даже про личные отношения, но про любые, там, соседские, дружеские, рабочие тем более. Но если у человека что-то за пазухой, свои мысли, и он их конкретно не озвучивает, не находится честным, хотя бы в этом плане работы, в плане соседства, в плане какого-то там проекта, понимаете, отношений, не даже нелюбовных, там вообще то, что семейные отношения, это вообще отдельная тема, это вообще сложно все. То, как бы, самое важное, чтобы человек был открытым в этом плане и не держал ничего за своей спиной. На твой счет. Самое важное. Поэтому я ценю очень в людях честность, именно открытость. Пусть это будет горько, но вот знаете, как я говорю, например, давайте так, например, мы берем не семью, а, не знаю, какие-то дружеские, например, отношения, не знаю даже, конечно, лучше на мужчине, это пример, как бы сказать. Ну, грубо говоря, предательство, да, с любой стороны. Если человек пришел, тебе признался, что он тебя предал, то у тебя есть выбор, он мне дает выбор, простить его или прекратить с ним общаться. А когда ты живешь в неведении, и он от тебя что-то скрывает, там, например, не знаю, деньги своровал и скрывает, а ты имеешься, думаешь, кто же деньги, блин, своровал, то у тебя нет выбора. Тебя человек оставляет в неведении. Это плохо. Так не надо делать. Мы люди, мы не животные. Не животные. Вот. И то, что есть сейчас, все кричат вокруг, думайте только о себе, не важно там, что будет дальше, думайте только о себе, самое главное, это вы. Знаете, что мне вот тяжело так думать, потому что, опять же, мы общество, мы люди, и не соблюдая какие-то границы, не соблюдая уважение друг к другу и не думая совершенно о других людях, мы превратимся в хуже, чем в животных. Потому что даже животные друг друга уважают. Просто борются там за место, за самку и так далее. А мы будем еще хуже. Поэтому нужно думать о других, о себе не забывать, но и тоже думать иногда о других. Не знаю, это у меня такое. У меня такая же позиция. И хотелось бы, если я там думаю, да, о ком-то другом и готова помочь, то чтобы иногда, может быть, обо мне кто-нибудь потом вспомнил лет так через шестьдесят, дай бог доживу. Так, какие еще вопросы? Господи, одни эти же вопросы. Ребят, ну я уже отвечала в этом, в сториз. Не буду больше отвечать. Так, давайте. Спасибо большое. Саша, а ты иногда споришь с режиссером, чтобы привести в роль свое видение? А, привести в роль свое видение. Вопрос. Саша, а ты иногда споришь с режиссером, чтобы привнести в роль свое видение? Всё зависит от режиссёра. Я могу предлагать, но спорить я не имею права. Я не... Какой бы я ни была величины, даже там лет через 30, но каждый должен знать своё, грубо говоря, место и свою работу. Конечно, если мне режиссёр скажет, а что ты думаешь, что я там, у-ху, давайте я сейчас всё вам расскажу, как вообще можно сделать эту сцену, да? Но если меня никто не спрашивает, я могу сказать, а можно я скажу? Если мне говорят, да, давай говори, я тихонечко могу что-то внести, и мне тогда скажут, да или нет. Но если я понимаю, что режиссёр сильнее, лучше, и делает всё правильно, он находится на своём месте, и он замечательно, выражительный, как мне попадались всегда режиссёры, кроме пары проектов, то я, естественно, доверяю. Я просто доверяю и иду за ним, как? Просто иду. Иду, привношу уже какие-то моменты, какие-то моменты. Но иногда и по рукам тоже за это бьют. Иногда нужно соблюдать только сценарий, прям слово в слово. Это, конечно, ну это нет, это не тяжело, это просто работа. Просто работа. Спасибо за вероятность вам, спасибо, что вы смотрели. Что тебе интереснее, кино или театр? Две совершенно разные области, как оказалось. Я раньше играла в антрепризах маленьких, и очень быстро они заканчивались. То есть, кино, ты простраиваешь линию, когда читаешь сценарий, да? Простраиваешь, и, например, вы сегодня снимаете из шестой серии, из первой серии, там, из второй серии, но ты примерно плюс-минус понимаешь, что вначале было, что потом, что до этой сцены, что после этой сцены. Ну и плюс у тебя на площадке есть режиссёр, который до сцены тебе скажет, ну, сначала посмотришь, что ты сделаешь, например, да, если что-то совсем не так, он уже подскажет. В театре другая история. Вот ты как начал, какую ты задал траекторию, так ты и должен продолжать и нести это весь спектакль, без, ну, совершенно не уклоняясь и не теряясь, особенно если у тебя много партнёров. Вот вы представляете, когда много партнёров, и ты зависишь от них, и они зависят от тебя. И это всё в прямом режиме, в прямом эфире. Нельзя остановить спектакль. Ой, подождите-ка, мы чуть-чуть сцену не так сделали. Давайте-ка переделаем. Нельзя. И чем больше задействовано лиц, тем, конечно, сложнее. И я сейчас это ощутила, потому что у нас в спектакле мы делаем Островского. Островский, настолько глубокий автор, настолько глубокий драматург. Мне пришлось перечитать, перелопатить всю его биографию. Это так интересно. И он такой замечательный. А потом я специально сходила в Средяковку, посмотрела на его портрет. Он просто, он такой, у него такие честные, хорошие глаза. И то, что он писал, это действительно жизненно. И знаете, вот Островский для меня очень сильно открыл многое. Многое. Я с Островским уже связана где-то с сентября. Ну так, плотненько, потому что нужно было читать Островского с сентября. И он мне многое дал. Вот ты читаешь книгу, и понимаешь, что вот такая ситуация может быть в жизни, и вот так может быть. Понятно, что оно не повторяется дважды ничего. Но оно плюс-минус какие-то маячки. Знаете, поэтому надо читать. Больше читать именно классики. Они были не глупые люди. Особенно Островский, оказывается, он был. Я уже писала, что он был. Не закончил до конца юридическое. Но он был как адвокат, юрист. И он брал это жизненные. Это были жизненные. Когда он работал на суде, он брал жизненные сюжеты. И уже писал на них пьесы. Представляете? Я вот была удивлена очень сильно. Поэтому, когда смотрю на его портрет, он прям мужчина сидит. Такой статный мужчина. Поэтому всем советую Островского. И театр, конечно, он глубже. Он глубже по работе. Я не знаю, как со сцены смотрится. Иногда приходишь в театр и думаешь, господи, что такое? Вот сейчас на что я потратила время. Но за этим тоже стоит огромный труд. Я немножко упала. Понимаете? В театре стоит труд. В кино тоже огромный труд. Но там больше еще техника играет роль. Очень интересный вопрос. Спасибо за него. Читаешь ли ты сплетни про себя и свою личную жизнь? Сдевает ли тебя это? Я не читаю, но до меня доходит, естественно. Потому что это абсурд. Ну, как бы абсурд. Не то, что абсурд. Это несправедливо. У каждого есть личная жизнь. Она такая, какая есть. И в личную жизнь людей обычно не лезут. Но почему-то люди привыкли, что если человек в какой-то степени медийный именно по своей работе и распиарен не на хайпе своей личной жизни, то почему-то привыкли все равно в нее лезть. Я считаю, что так пишут люди, которые не заняты своей жизнью. И все. Поэтому им надо пожелать добра. И пожелать, чтобы у них время было занято собой, своей семьей, и своим здоровьем, и своим, как бы, отношением к жизни. Как бы раньше меня очень сильно задевало. Сейчас уже дошло до абсурда. Серьезно. И вот иногда, когда до меня доходит, то я думаю, а, ну, в такое даже не поверит никто. Если раньше хотя бы могли поверить 2-3 человека, то в такое уже не поверит никто. Ну, ладно. Что ж теперь? Ну, так должно быть. Лучше пусть говорят, чем ничего не говорят правильно. Поэтому, что же мой телефон падает? Ну, ладно. Так. Как идет работа на спектакле? Можем надеяться на видео с репетицией. Работа идет. И идет очень основательно. Пока предварительно это сентябрь-октябрь. Ну, видите, да, как надалеко. Все запланировано. На видео не рассчитывайте. На фотографии не рассчитывайте. Все очень строго. Телефоны, можно сказать, практически забирают. Потому что, если их видят на репетиции, сразу же надо положить на стол режиссеру. И не заберешь до конца репетиции. Они очень долгие. Поэтому никаких видео, естественно. Ну, там такие приходят у нас актеры. Несравнимые. Это советские актрисы, актеры. Которых действительно, ну, даже из уважения просто к людям. Ну, нельзя. Нельзя прийти на репетицию. Ой, а можно там с вами, там, можно вас заснять? Можно вас сфотографировать? Это их личное пространство. Может, они не хотят, чтобы их видели, что они сейчас делают. Понимаете? Это просто, это люди. Все, мы, вы, любой профессии, это люди. И каждый имеет право на свое личное пространство. Не важно, где он находится. На работе, не на работе. Когда будет дана команда, что делайте рекламу, да? Все будут делать рекламу. И то, тоже по желанию. Этого нельзя заставить сделать. Если не будет такой команды, значит, все будут сидеть и рассчитывать на театр. Все. Так же, как и в кино. Спасибо за Веронику. Понравился стандем. Спасибо большое. Ваня? Ваня хороший. Ваня хороший, перспективный. Счастье ему и здоровье, и хороших проектов. Вообще, на самом деле, да, хороший. Потенциальный актер хороший. Так. Ты общаешься с актерами сериала «Я заберу твою семью». Да, мы общаемся с Аней Миклович, конечно. Потому что мы с Женей Осиповой общаемся. Потому что даже так получилось, что у нас не одна компания. Одни друзья. Оказалось, одна компания. И мы недавно, относительно недавно тоже встретились в компании, в которой меня привела вообще моя подруга. А там она, потому что это моей подруге подруга. Вообще, как-то так получилось здорово. Ну, поэтому... Сашенька, ты считаешь себя счастливым человеком? Что для тебя ощущение счастья? Господи. Спасибо большое. Вообще, я всегда себя считала человеком успеха, удачи. О счастье я понимаю, что я умею ловить счастье. Например, идёт снег, идёт дождь, идёт этот смог ужасный. Но смог меня вообще иногда выбешивать. Я не знаю, почему. Но вот я умею именно ловить это счастье. Потому что счастье, оно не в том, что с тобой что-то произошло, ты что-то выиграл, ты что-то там приобрёл, купил. Нет, счастье в другом. Вспомнить там аромат молока, который только что бабушка принесла из-под коровы, надоиное такое. Счастье это то, что ты просыпаешься утром, и что-то солнце в глаз посветило кошкой, как прыгнуло на глаз. Вот оно, счастье. И вообще счастье это такая реальность, когда ты находишься в реальности. И счастье находиться в проекте в каком-нибудь, счастье находиться в своей реальности. А счастье строить эту реальность, вне зависимости от того, что происходит и как. Счастье это думать о себе, о своих ближних, о друзьях и помогать тем, кто нуждается в помощи. Вот это вот ощущение счастья. А, например, счастье от какой-то победы или от какого-то... Не знаю, это всё очень... Я просто спортсменка, и когда ты что-то выигрываешь, там несчастье получаешь. Ты достиг цели. Цель достигнута. И идём дальше. Это не совсем счастье. Счастье это когда вот папа, мама, живы все. Когда рядом есть сёстры, братья, когда все здоровы. Или когда ты можешь кому-то помочь. Когда вы улыбаетесь после встречи, например, понимаете? Когда ты видишь, что можешь что-то дать, подарить людям. Когда можешь что-то им рассказать и внести в жизнь. Вот это вот счастье. Мне папа всегда говорил, счастье это ты. Мне папа всегда говорил, что я и есть его счастье. Ну и он это искренне говорил. Это здорово. Так, Сашенька, а в чём сила? Сила в правде. Которая, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше и во всех, во всех областях. Это не цитата из фильма. Это просто это так. Где есть правда, там и сила. Вот такое моё мнение. И мнение, оказывается, классиков тоже. Что такое любовь? Любовь это... Это... Ой, это спокойствие. Это когда не хочешь больше никому ничего доказывать. Когда так спокойно. И даже если человек не рядом, даже если семья не рядом, ты знаешь, что они есть, ты знаешь, что он есть, ты знаешь, что ты нужен просто так, не за свои заслуги, не за кино, не за вокал, не за таланты и так далее. Как-то просто, просто тебе хорошо молчать с человеком. Когда ты не хочешь ни о чём рассказывать. Или наоборот, хочешь поделиться эмоциями. Это такое... Это такое необъяснимое чувство. Какое-то... Мне кажется, оно как раз космическое. Оно неземное. Оно к нашей реальности, к тому, что к материальному совсем не относится. Вот именно любовь. И мне нравится как раз эта тема в кино Интерстеллар. Там как раз объясняется Энн Хэтэлэй. Как раз у неё есть монолог, когда они находятся на корабле. И вот она хорошо объясняет, что такое любовь. Я тоже верю, что это что-то неземное, нематериальное, нереальное. Это не какие-то там бабочки в животе. Для меня. Это спокойствие. Когда ты хочешь просто... Ты понимаешь, он дом. Вот он дом. Твой дом. Для меня любовь, наверное, уже через вот эту цепочку, которую я сказала, равно дом. Ощущение дома. Вот. Потому что вы будете снимать своё кино. Мы стараемся. Да, мы стараемся. Мы это на самом деле делаем. В плане не то, что снимаем, а в плане, конечно, это всё финансы, финансы, финансы. Это... Какой спорт твой самый любимый? У меня нет самого любимого спорта. Я люблю весь спорт. Единственное, что мне как-то не очень... Мне давалось хорошо, но я как-то побаиваюсь хоккея. Ну, играть со мной. А так вот я люблю весь всё. Футбол, да. Но хоккей как-то не знаю. Не знаю. Очень тяжёлая шайба, зараза. Какую роль ты бы хотела сыграть? Я бы хотела сыграть маньячку, конечно же. И сумасшедшую. Снимаешься где-то? Сейчас конкретно? Нет. Сейчас нет. Сейчас нет. Нет. Сейчас период такой, что, конечно, театр, театр, театр. Любишь спорт свою? Конечно. Что я ещё делаю? Так. Так, так, так. Что ещё? Что для тебя? Музыка. Так про любовь я ответила. Что для тебя? Музыка. Музыка – это что-то необъятное. И то, что не появляясь в нашей жизни... Если музыка не будет появляться в нашей жизни, наша жизнь станет пустой. Пустой и в каком-то смысле даже бессмысленной. Потому что музыка – это то, что нельзя увидеть, то, что нельзя потрогать. Ему можно только услышать. Представляете, только от слуха мы получаем такой кайф, такое наслаждение. Это что-то необъяснимое. Музыка – это самое чувственное искусство. Всё, можно будет потом посмотреть твою работу в театре. Конечно, можно будет, когда выйдет. Надеюсь, выйдет. Сколько вам годиков? Мне много. Много. Не 23. Как мне дают. Ой, вам же только там 18. Нет, не 18. Занимаешься ли медитациями или растяжками? Умеешь ли садиться на шпагат? Я умела садиться не вот на такой, а вот на такой. Не знаю, как это называется. Да, я умела. И вот так-так. Вот так – нет. У меня кости не предрасположены для этого. Медитации нет. Нет. Я пробовала несколько раз. И с проводниками, и с учителями, и сама, и в группах, и индивидуально. Нет, вообще не моё. Медитация – это просто какой-то ужас для меня. И мало того, что меня это не успокаивает, у меня потом всё валится из рук. Поэтому я подумала, стоп, не моё. Не надо идти за модой. Не надо. Если не подходит – не надо. Что мне подходит? Мне подходит больше физика. Если что-то не так в моей жизни, я не медитирую. Я иду нагружать себя, бегать, плавать, прыгать и так далее. Вот это мне помогает. И поэтому находите для себя. Не идите за модой. То, что там стильно, модно. Вот там у меня подруга сидит в медитации, целый день у неё потом энергии чакры открываются, и она такая вся – молодец, у неё всё появляется там. Может, вам это не подходит? Найдите то, что вам подходит. Мне помогло найти то, что мне подходит. Скажи, а роль ты учишь сама или тебе помогает Алексей? Учишь сама, чтобы заставить кого-то учиться на роль? Угу. Я же их сгрызу. Так. Пусть получается церковь работы. Островский прекрасен. Да, Островский прекрасен. Какая твоя мечта, по-моему, какая у меня мечта? Чтобы мир был. Всё. На этом точка. Как бы это мечта, цель и всё, что сейчас все о чём думают. Но сейчас то Вероника СТС рядом стояла. Ну, слушайте, это кому как. Потому что мне наоборот писали. Кто-то наоборот пишет, кто-то так пишет. Саш, как ты борешься с апатией? Иногда её переживаю. Иногда прям с ней дружу. Иногда прям в ней нахожусь. И понимаю, что сейчас выхода из неё нет. И если я буду из неё рыпаться, то будет ещё хуже. Когда чувствую уже какой-то прилив сил, тогда начинаю что-то делать. Именно через спорт. Мне подходит спорт. Ну, как-то так. Потому что иногда она настолько наступает, настолько нахватывает, что чем больше ты из неё выходишь, тем больше энергии тратишь, тем больше сил уходит. И есть риск заболеть. Не надо. Я иногда прям просто сажусь и понимаю, что всё. Плохо всё. Плохо. Ну и живу так несколько дней, не знаю, недель, две недели, месяц. А потом всё равно сила появляется. Мне кажется, нереально закопать себя настолько, чтобы ты потом не нашёл выход. Жизнь-то вокруг идёт. Кто-то приходит, кто-то уходит. Какой-то фильм вышел, мультфильм вышел, какой-то ушёл. И это всё меняет. Это всё меняет. Там кошка прыгнула, тут солнечный зайчик. Там солнце вышло, тут оно зашло. Жизнь-то вокруг идёт, поэтому апатия, она всё равно проходит. Если она прям настолько сильная, то и с ней бороться бесполезно. Надо её вот так вот прям взять и сказать, да, сейчас ты со мной. Может быть, к большому сожалению, ты со мной, но это факт. Сейчас ты со мной. Саша, тебе нравится произведение Достоевского? Да, мне нравится. У меня было время, когда я его и читала, и слушала. Да. Да. Ну, конечно. Ну, Достоевский – это вообще кладезь. Его надо читать, научиться читать Достоевского. Вообще Островского, Чехова, Достоевского, Тургенева, конечно же. Ну, я уже не говорю про Пушкина, Лермонтова и всех остальных классиков. Надо научиться их читать между строк. Между строк. Так. Спасибо огромное. Спасибо. Так, что ещё? Ага, ага, ага. Да, я воронила вас всех в тот раз. Саша, есть ли у тебя заветная мечта? Ну, да, у меня есть одна, и она, думаю, у всех. Сложно ли тебе даётся учить текст? Если он написан хорошо – нет. И он и вам не будет сложно учиться, даваться. Если он написан плохо и коряво – тогда да, тяжело. Если это специфический исторический текст, то надо над ним посидеть, поучить. Если он наш бытовой, и вы примерно так же в жизни разговариваете – нет. Вы его быстро выучите так же, вы поймёте там логику, и всё. И так же спокойно. Спасибо вам. Спасибо. Как принять себя? Давайте ещё пару вопросов. Как принять себя? Ой, хороший вопрос. Я себя долго не принимала. Вы думаете, я сейчас себя до конца принимаю? Нет. Ну, хотя, может быть, сейчас я близка к тому. Чтобы принять себя, нужно понять, во-первых, чего вы хотите, и от чего вы получаете удовольствие в этой жизни. Дело. Какое вам дело нравится? Вот у меня в один момент, когда совершенно всё не шло, когда были проблемы и со внешностью, и там, и сям, я пошла на скалолазание. Я не знаю, почему. У меня внутри такое тело. А ну-ка, иди, иди, полази по стенам. Иди, полази, может, в горы потом пойдёшь. И этот период как-то у меня и тело как-то восстановило, и мысли ушли ужасные. И потом, например, принять себя, знаете, не сравнивайте себя с другими. Это очень тяжело. Сама знаю, проходило, потому что вокруг меня были такие красотки. Невероятные. Знаете, я люблю очень таких черноволосых, такие чёрные, тёмные волосы, тёмные глаза, глубокие. Я обожаю такой типаж. Я понимала, что я к таким не отношусь, когда густые волосы конские, когда красивое тело генетически, да, женское. У меня такого не было. Волос таких нету, не будет. Глаз таких и чёрных бровей нету. Я постоянно ходила, вот, такие красивые, такая красивая, это такая красивая, это такая красивая, я говорю, господи, что со мной не так? И ноги не такие, руки не такие, плечи вывихнуты, всё вывихнуто, господи, спорт, за что мне спорт? Я столько ходила и на себя сетовала, и ныла, вы даже не представляете. А потом просто нашла душину в своей жизни и начала заниматься делом, и работать. И вот этих мыслей, сравниваний с кем-то, они ушли. Хватит себя сравнивать. Вы такие, какие вы есть. Я не побоюсь сейчас рассказать историю. Недавно встретила девушку, она вошла в кафе и просто его озарила. Она такая красивая была. Я тоже сегодня Алексеевичу рассказывала. Вы не поверите, она в теле, она не худая, но у неё такая энергия, у неё такие светлые глаза, какие-то, как-то волосы по её уложены, даже не уложены, она такая естественная, в ней ничего не проколото. Она небольшого роста, невысокая. У неё большое такое тело, и она как будто бы плыла. Я ей прямо сказала, вы такая красивая. Она не ожидала. Вот понимаете? Она мне в ответ сказала, какая вы красивая, вы такая худенькая. Я говорю, да вы что? Знаете, то, как вы себя несёте, то, как вы себя преподносите, то, что я увидела, когда вы вошли, это не заменит никакая худоба. Понимаете? Нет? Или да? Надеюсь, да. И план на 8 марта? Да, пока никаких. Давайте ещё один-два вопроса, и всё. Спасибо вам огромное. Вам всем, вам всем всего хорошего. Ой, нравится сниматься в кино или в театре играть? Конечно, и то, и то. И то, и то. Нельзя это делить. Это одна профессия, просто с разных подходов. Вот. Так как я привыкла играть в кино, конечно, в театре тяжелее. Тяжелее. Те, кто привыкли играть в театре и приходят впервые в кино, они говорят, что это бред, как так можно? Это вообще невыносимо. И не понимают, каком держать линию. Понимаете? Это всё одна профессия, но с разных сторон. Какие качества тебе очень нравятся? Себе какие совсем не нравятся? Мне не нравится то, что когда я вижу, что в человеке что-то не так, я всё равно его оправдываю и говорю, нет-нет-нет, он хороший, нет-нет-нет, он вот... А мне звоночки постоянно посылают. Вот так. А здесь вот этот взгляд был не тот. А здесь фраза такая плохая. А здесь это поступок не тот. А здесь вот это не так. А это когда, не-не-не, он всё равно хорош, человек хорош, нет, он желает только мне добра, он никогда не предаст, я вот такая, я очень доверчивая, это кошмар. А что мне нравится в себе? Да не знаю мне, что мне нравится, мне то что-то нравится, то что-то не нравится, поэтому что нравится не могу сказать, что не нравится могу сказать. Спасибо всем, спасибо. Если вашей песни дверь в записи нет, всё находится на аранжировках, это очень долгий процесс, зараза. Конечно, там задействовало столько людей, что уже не понимаю, как дальше, что делать. Так, 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 давайте ещё найду какой-нибудь интересный вопрос. Вы вспыльчивый человек? Да, очень, очень вспыльчивый, но только в кругу семьи. Не на работе, не в деле, не с друзьями, не со знакомыми, не в такой обстановке. Но дома, да, очень сильно. Любят за что-то или вопреки чему-то? Любят за то, что вы есть, за то, что вы такая, какая есть. Вот. Так, давайте ещё хочу какой-нибудь. Так, ты была в Сочи на скайпарке? Прыгнула бы? Я в Сочи была, но я даже не знаю, что такое скайпарк. Просветите. Так. Дома занимаешься или спортом? Дома ненавижу ничем заниматься. Если я... Честно вам скажу, вот это моя слабость. Если я остаюсь дома на целый день, я ничего не буду делать. Ну, кроме как возьму там мак, поделаю что-нибудь с музыкой, с песнями, возьму там фортепиано и что-нибудь поделаю такое. Но я такая ленивая тюленька, это просто кошмар. Поэтому мне даже, чтобы получить роль, мне надо выходить в кафе, на скамейку. Не важно, лишь мне оставаться дома. Если у вас так же, не думайте, что вы такие одни и вы просто тюленьки. Нет, вы не тюленьки. У вас просто... Для вас дом это отдых. И всё. Зашла на 20 минут, да, называется? Угу. Сальчик, ты уже много песен написал? Да, у меня очень много песен, больше 20. Даже, наверное, уже более 30. Ну, просто они на разные темы. И многие... Ну, как бы, есть опасные темы, есть такие раздирающие темы. Есть и с лексикой ненормальные. Ну, это всё просто откровение. Но последний, конечно, год-полтора, да, песни пошли такие тяжёлого смысла. Так. Мы хотим послушать твою игру на барабанах. Классно, но барабанов нет. Как я их найду, сыграю для вас. Какой любимый предмет был в школе у меня? Да. Да мне не было любимых предметов. Чушь, зачем врать? Русский, литература. Я просто их любила, но и любимых предметов у меня не было. Думаете, я любила учиться, я любила уезжать на соревнования. И всё. Но старалась. Вот это надо отдать должное. Любить не обязательно, стараться, да. Стараться надо. Как относишься к йоге? Я пробовала так же, как и медитацию. Не понимаю, что это такое. И мне тяжело в плане того, что я не могу так долго стоять и ничего не делать. Типа усмирять свой ум. У меня всё равно идёт мыслительный процесс. Так, что ещё? С кем из любых проектов чаще поддерживаешь связь? Ну, конечно, с Виолеттой из «Невесты Комдива», конечно. С Сашей Никифоровой из «Невесты Комдива». Конечно, с Бибигуль из «Невесты Комдива». Конечно, с Александром Николаевичем Барановым, режиссёр «Невесты Комдива». Конечно же, ну, с Коряковым Лёшей общаемся из «Невесты Комдива». Ой, с 18-го года, представляете? У нас вот такой костяк держится. Классный. Вот, с ними. А вот с кем чаще, да, с ними. Ну, вот так. А, ну, с Аней Миклаш. С Ваней Зайцевым. А что, у меня ещё были? А, ну, конечно, с режиссёрами разных проектов. Я люблю очень режиссёров и обожаю их просто. Ну, в плане, ну, уже не прям общение идёт. Но если я где-то в городе нахожусь, да, мы встречаемся, конечно. С Владимиром Александровичем Коевманом мы встречаемся. Это из-за «Талифеникс» обязательно. Так. Тебе свойственно пореветь или, наоборот, всё в себе держишь? Мне свойственно всё поломать вокруг себя. А потом думать, как и кто будет это всё налаживать. Вместе с этим и слёзы, наверное, выходят, но у меня больше физику. Я не знаю, я как... Лучше что-нибудь сломать. Любишь злить Алексея Юрьевича? Ну, а что я ещё делаю каждый день? Только так живём. А что читаешь сейчас? Я сейчас читаю только Островского. У меня пока... Я не могу пока от него потрогироваться, пока я точно в нём не разобралась и не разобралась в роли. У меня есть такая ужасная черта, когда другие могут и параллельно читать 3-5 книг. Если у меня есть работа, то я не могу. Я не могу абстрагироваться, к сожалению. Ой, спасибо вам, спасибо, спасибо, спасибо. Так. Так, так, так. Саша, ты в Чечне была? Нет, я не была. Но говорят, там так красиво! Хотела бы попасть. Посмотрим. Как-нибудь обязательно. Ну, и, конечно, разные страны. Боже мой, не делю страны. Везде хотела бы побывать. Что за... Я вообще люблю путешествовать. Ну, что? Давайте последний вопрос. А! Последний вопрос. Куда-то я не туда сейчас тыкнула. Куда-то не туда. Давайте ещё один вопрос какой-нибудь. Я сейчас выберу какой-нибудь такой прям интересный. У меня сейчас сыграет... Так, ждём дверь. Я тоже жду, очень жду. Как относитесь к косметическим вмешательствам? Вот. О, два даже хороших вопроса. Вот, последние два вопроса. Как отношусь к косметическим вмешательствам? И научилась ли я принимать подарки? Косметические вмешательства. Я не осуждаю никогда людей, если кто-то что-то себе сделал. Значит, это им и надо было. Главное, чтобы они от этого не ощущали какое-то нездоровье. Главное, чтобы это не повредило здоровью. Если это повредило здоровье, значит, что-то не так. Но это уже сам будет человек разбираться. Правильно? Я сама... Ну, я пока не вижу необходимости куда-то прибегать, к чему-то прибегать. Может быть, когда-нибудь захочу. Знаете, жизнь меняется. Пока не хочу. Потом захочу. Потом захочу. Такие губки какие-нибудь красивые, знаете ли. Скулы высокие там. Эти убрать веки нависшие. Мало ли, не знаю я, но у меня подруги кто-то делают, кто-то не делают. Все замечательно. Те, кто делают, замечательно. Им нравится. Они себя потом смотрят в зеркало и смотрят такие... О, мне все устраивает. Я такая замечательная. Супер! Главное, чтобы вам было лучше от этого. И научилась ли я принимать подарки? Нет. Нет. Над этим... Не знаю, уже надо работать или нет. Но мне очень тяжело, честно скажу. Поэтому, когда вы мне пишете, что будете отправлять подарки, я очень рада. Но внутри я чувствую какое-то такое, как сказать, неудобство. Он ко мне как-то вот кажется, что вот... Я сама люблю очень сильно дарить. И мне самой хорошо от того, когда я дарю кому-то, да? Но принимать... Не задень машину. Не задень машину. Не задень машину. Ё-моё. Молодец. Я слежу за тобой. Сейчас продолжим. Сейчас кто тут... Молодец. Без парктроников человек выезжал. Всё, выехал. Понимаете, я люблю сама очень сильно дарить. Но принимать... Это как-то неловко. Мне кажется, боже мой, человек на меня потратился. Люди потратились. Господи, что мне сделать надо, чтобы искупить это всё? Понимаете? И мне это настолько тяжело. Не важно, кто бы мне что подарил. Даже если родители мне что-то дарят, мне кажется, боже мой, они потратили на меня. Так. Что бы мне сделать им? Или там брат? Неважно. Ну вот какая-то такая черта. Поэтому очень с этим тяжело. Что хочу сказать насчёт курса. Перейду к нему. У нас курс уже с 9-го начинается. Мы с Алексеем Юрьевичем будем вести занятия. Надеюсь, больше всего он. Потому что он, конечно, специалист от Бога. И даже, наверное, больше. Я не знаю. Но это всё-то невероятно. Поверьте, ещё раз повторюсь. Я не самая лучшая ученица у Алексея Юрьевича как певица. Но я, наверное, самая лучшая ученица у него как педагог. Потому что я долго проработала с самым педагогом. Слава богу, у меня отучились детки, взрослые. Я отдала им всё, что могла на тот момент. Сейчас я могу дать ещё больше. И мне очень радостно, как они сейчас продвигаются. Что они сейчас делают. К сожалению, показать... Ну, это такие люди, что их показывать нельзя. Попросим разрешения у кого-нибудь. Например, у Полины в Америке. Может быть, она нам споёт как-нибудь что-нибудь. Или в прямом эфире. Или отправит запись специально для нас. Ещё кого-нибудь попросим. Но это замечательные дети, которые, слава богу, вышли из-под наших крыльев, из-под наших перьев. И полетели в свою жизнь. Делают свою жизнь. И они в ней купаются. И в этом деле купаются. Я очень за это рада. Особенно, когда мне моя мелкая, моя любимая, любовь моя, Мария, Машка, присылает какие-то видео, где она там что-то на гитаре бринчит и поёт. Боже мой, я думаю, этот ребёнок, который был у меня с 8 лет, такой чудесный, так поёт, что я рядом не стояла. Но я понимаю, что это мой ребёнок. Это мой. Машка, я тебя люблю. Где ты там? Приезжай скорее. Поэтому будем вести занятия. И, конечно же, Алексей Ильич, который проработал в Америке. Это всё есть. И вы знаете прекрасно, который работал с очень крутыми... Сделал из детей, из подростков самых топовых сейчас звёзд. И, конечно же, здесь он очень долго проработал тоже. С первого года, с 2001 года, с 2002 года. Здесь на Рублёвке, как бы, школа. И, естественно, местные дети, которые к нему попадали, они все поступили куда хотели. Поступили именно в Америку, именно со стипендией. Вот. Это очень важно. Поэтому у нас сейчас... Значит, сейчас у меня подсказка у меня тут. У нас несколько тарифов. Это мини-курс. Шесть недель обучения в формате практических онлайн-лекций. Это очень важно. И он тоже с 9 марта. Ну, как бы, всё это будет. Потом у нас второй. Второй — это уже профессиональный курс. Он три месяца обучения. И это уже онлайн и оффлайн будет выпускной. И мини-группы с практическими занятиями. Как бы, и будет какая-то обратная связь. Это очень важно. Особенно... Это подойдёт как раз певцам, вокалистам или тем, кто хочет дальше ещё идти по звуку, по голосу. Ну, и есть ещё три месяца обучения. Формат индивидуальный занятия. Поэтому всё это есть на сайте. Всё это есть. Мы стараемся, мы готовимся. И, наконец-то, знаете, сколько к этому шли? Очень-очень много лет. Очень много лет. Потому что до этого нам предлагали многие сделать, потом ещё предлагали нам многие сделать, когда к нам приходили именно ученики взрослые. И хотели на этом тоже как-то и... Ну, помочь. Кто-то просто помочь, кто-то просто сделать нам. Но мы как-то не решались, не решались, не решались. А сейчас время располагает. И всё есть для этого. Всё есть. Поэтому пользуйтесь, пока мы есть, пока мы живы. Пока мы живы и горим. Это самое главное. Самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы. Вот моя мечта, на самом деле. Чтобы все были здоровы и живы-здоровы. Вот и всё. Спасибо вам, что вы здесь были со мной, что я с вами пообщалась. Ой, ещё много там вопросов. Эфир сможет сохраниться. Я надеюсь. Я надеюсь. Так, о подарках. Ну, давайте просто я буду делать что-то для вас творчества, а вы это принимаете. Это будет для меня самый лучший подарок. Хорошо? Давайте на этом договоримся. Это самое лучшее. Правда. Вот честно. А то я иногда так себя неловко чувствую, когда вижу какой-то подарок. Я даже, я не знаю, я вроде бы хочу записать... Я записываю кружочки с благодарностью, а я думаю, господи, я фига не уделаю за такой подарок. Поэтому давайте я буду делать, а вы будете это просто принимать, смотреть, где-то критиковать, где-то мне что-то подсказывать, где-то просто радоваться. И это будет для меня самый лучший подарок. Так, самый... Спасибо вам огромное. Всё, будьте все здоровы, будьте все счастливы. Надеюсь, я буду чаще выходить в прямой эфир, просто так поговорить с вами и что-нибудь рассказать. Как там делается? Поехали. Вот оно. Правда, у меня левый глаз не видит вот этот. Я поэтому, когда так делаю, я совершенно не вижу, что я делаю. Ну, ещё вот так. Это сердце, нет? Это какое-то чудовище. Вот. Вот так сердце, да? Я и сердце, это два разных полушария. Всё, всем пока. Всем хорошего, замечательного вечера. Ура! Постараюсь сохранить. Только не знаю как.